Шпионы по неволе. В США скандал. Невинное фитнес-приложение выдало расположение секретных американских баз по всему миру и не только. Дмитрий Анопченко, о том, как это произошло и какую информацию о себе мы разглашаем, ни о чем не подозревая. Каждое утро, традиционно, отправляясь на пробежку, или вот как я сейчас, поездку на велосипеде, миллионы людей, не задумываясь, надевают на запястье фитнес-трекер или активируют мобильное приложение. Удобно ведь приложение и время тренировки для тебя посчитает, и среднюю скорость рассчитать может, и твой маршрут, используя GPS и спутники, рассчитает и сохранит. Эта функция и выдала в итоге военные секреты. Один из популярных сервисов, он собирает данные с мобильных телефонов и фитнес-трекеров, взял да и выложил на всеобщее обозрение карту передвижений миллионов своих пользователей по всему миру. А на ней любому видны места активности, в том числе и в зонах боевых действий, к примеру, в Сирии и Ираке. Оказалось, приложение считывало данные не только во время тренировок, а круглые сутки. Вот на карте и стали видны, они цветными линиями выделены, американская авиабаза в Сирии, построенная для борьбы с ИГИЛ. А вот зоны патрулирования и точное расположение постов вокруг иракского Масула. Гугл-карты, военные объекты в принципе не показывают. По договоренности с Пентагоном и европейскими силовиками все эти данные стерты. А на спутниковых снимках заменены фальшивыми картинками пустыни или равнины. Но вот сейчас вышло так, что военнослужащие сами из-за любви к спорту и современным гаджетам выдали расположение своих подразделений. Проблема серьезная. Американское военное ведомство уже сообщило, проводит проверку и намерено усилить безопасность своих подразделений и в стране, и за рубежом. Как именно, пока не говорят, но возможно в принципе запретят фитнес-трекеры в армии. А для каждого из нас эта история – повод задуматься, как легко мы делимся информацией о себе, сами того не замечая. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.